Пас Тис, это наша новая тема, Тис это местоимение, здесь оно неопределённое, неопределённое, а именно неопределённое. Всякий кто-то, то есть, значит, всякий, каждый. Да, всякий, получается, подлежащий Апайдэфтус. Апайдэфтус тоже прям подлежащий, то есть, всё подлежащее – это пастис Апайдэфтус. Всё подлежащее, давайте его каким-то цветом выделим, чтобы мы не запутались, да? То есть, вот это всё – это подлежащее, всякий неопределённое, ну, конечно, анэр имеется в виду, да, или анкрофтус. Всякий, неопразованный Апайдэфтус. Сказуемое. Есть. Есть. Сиапон, сиапон, да. Пока не пробуйте сиапон, ладно? Я потом объясню, как его перевести. Смотрите, тут составное сказуемое, да? Составное сказуемое, то есть, он включает… В группу сказуемого включается имя, да? Имя существительное, да? Айсти фронемототас, да, получается? Фронемототруб. Зелёным, например. Да, вот это сказуемое, да? Да. То есть, всякий человек неопределённый, он является самым… Парадокс, да, парадокс. Ну, это же пеграмм. Он является самым разумнейшим. А дальше, смотрите, сиапон, это от глагола сиапао, это, так сказать, ну, не так сказать, это именно… Какая часть речи, как вы думаете, наон заканчивается? Ну, это должно быть причастие. Причастие в настоящее время. Молчащий. Смотрите, если мы переведём это так. Всякий молчащий, неопразумный человек, он самый разумнейший. То это будет немножко плоский смысл. Мы должны перевести это, я думаю… Смотрите, это при части конъюнктум, так называемый, конъюнктум, конъюнктум. Его нужно всегда переводить к каким-то добавленным оттенкам. Мы сами должны догадаться, каким оттенком его перевести. Вот оттенок задаётся словами типа «когда» или «одновременно» или «если», при условии «что». Оттенок, может, причин, например. Какой вы думаете? Ну, то есть, либо если в те моменты, когда какой-то необразованный человек молчит, он является самым разумным. Ну, то есть, пока он молчит, он может казаться… Полностью согласен, да. «Когда» или «если» при условии, что он молчит, не открывает рот, то он… Тут не сказано «кажется», да? Ну, тут, по сути, он является. Тут немножко более грубо сказано, потому что, чтобы сказать, что он «кажется», пришлось бы использовать ещё один глагол длинный, а здесь короткая эпиграмма. Тут сказано, что он прям «является», не «кажется», а «является». То есть, всякий необразованный человек, если он молчит, при условии, что он молчит, он самый мудрейший, самый разумнейший. Это первая мысль. А вторая мысль его, в принципе, это развитие первой мысли, да? «Энкриптон», посмотрите, «энкриптон», да? «Энкриптон», да? Тоже причастие. Давайте тоже жёлтым выделим, да? Чтобы было единообразно у нас всё, да? «Энкриптон» – это скрывать. Да, когда он, получается, скрывает речь свою. Да, ещё при условии, что он скрывает «логос», да, «логан», речь свою. А теперь, смотрите, тут ещё одно слово. Значит, «логос» в каком падеже находится, «энкриптон», «логан»? Аккузатив. Аккузатив, конечно, да. А дальше, смотрите, «гос» пока не переводите. Слово «паткус» какого рода? Это важно, да? Паткус. Как мы будем переводить? Род какой? Какого рода слова? Ага, слово «паткус» значит «средний род». Да, как «генос», да, склоняется. Такое третье склонение. Поэтому тут немножко непонятно. Со словами среднего рода всегда непонятно. «Паткус» – это номинатив или акузатив, потому что они совпадают по виду, да? Как будто по логике должен быть тоже акузатив как слоган. Согласен, да. То есть скрывает свою речь или свой язык, свои мысли даже, может быть, когда молчит. Словно это… «Гос» – это словно, да? Словно… У «гос» много значений, миллион. Но одно из них – да. Словно как… Видимо, тут «гос» как «госпер» используется, а может быть и нет. Ну, неважно. Как? Какой-то постыдный… Стыдящийся… Стыдящийся, наверное, да? А, нет. Асхрутоатон – это же… Да-да-да. Это не причастие. Что-то я думал, что причастие. У меня все написано. Поворю. Да-да, я вижу. Как постыдное… Позорное страдание, безпозорной болезни. Как позорная болезнь. Какую-то постыдную болезнь, скорее. Постыдную болезнь. Но со словом «пасхус» немножко сложно. Потому что «пасхус»… Пасхус от какого глагола кто-нибудь может знать? Вы, наверное, его не знаете вдруг? Нет? Слово «пасхус»… Ну, «пасхус» откуда? «Пасхус», «пасхус», да, откуда оно? Из какого глагола? Наверное, страдать вот этот «пасхус». Пасху. Пасху, точно, точно, точно. Как постыдный медук, скорее, да, лучше перевести? Можно и так. Я сам точно не знаю. Я взял одно значение только. Смотрите, «пасху» – это страдать. А «пасхус» – это как бы страдание. В философских терминах – это претерпевание. Это не когда вы действуете на какой-то внешний объект, а когда на вас действует что-то внешнее, и вы это претерпеваете, страдаете, терпите. У Альстокиса «пасхус» – это свойство. То есть, какой-то объект претерпел какое-то воздействие и приобрел какое-то свойство. Ну, например, на одну скалу упала другая скала, и первая скала имеет вмятину какую-то. Или на корабле что-то упало, и корабль имеет вмятину. Он имеет некое свойство. «Пасхус». Он что-то претерпел. Дыру какую-нибудь имеет, вмятину, пробоину. То есть, «пасхус» – это результат внешнего воздействия на вас. Не на вас, а на какой-то объект. В данном случае, на лобус, наверное, да? Ну, это вот аналог этого, да, пасу, страсти, да, латинской. Конечно, конечно. Это латинское слово. Да, страсти там, да, все эти, да. Глагол «патер» в латинский, да. А нельзя перевести как «постыдную какую-то страсть»? «Постыдную страсть» можно. Мы не знаем, как это перевести. Но выражение «постыдная страсть» уводят в другую тему, мне кажется. Не в тему когнитивных способностей, а в тему этическую, да? А здесь речь идет, скорее, о умных людях и о неумных людях, да. О логосе все-таки, да. Тут тема логос, а не эмоции какие-то, да, или страсти, да. Не эпитхемия, а логос. Поэтому я думаю, что тут имеется в виду, скорее, дефект какой-то. Дефект логический, дефект когнитивный, да. То есть всякий человек необразованный, если, конечно, он молчит, он является самым разумнейшим. И если он, когда он молчит, скрывает свой, смотрите, тут тон, как притяжательное местоимение, тон, извините, тон, да, как притяжательное местоимение используется, такое мягкое, как свой язык, словно этот язык его, его речь, если угодно, если его мысль, это какой-то дефект, ну, болезнь, заболевание. Как точно это перейти, я сам не знаю. Я посмотрел разные переводы на разные языки, обычно переводят именно как болезнь, поэтому я выбрал значение по отпуску как болезнь, словно это болезнь какая-то постыдная. В каком смысле он скрывает свою речь? Как будто бы он сам понимает, что ему лучше молчать. Может быть. Ага. Пастис апайдефтос про мототос эстисиопен. Отлично. Тон логан экриптон. Рос патус айс хрутотон. Отлично, да, все получилось.